А где мама? Мама пропала. Куда? Вода показала. Диня! Вау! Фу, воняет краской, мама. Скип, иди в туалет. Ну ты че, лох? Были, заходили. Я не знаю, Юля. У нас такой нет. Пап, сейчас я покажу, как я сама все сделала. Только слоник мягкий. Ничего себе, ты сама сделала слоника такого? Смотри, а в нем пушок такой. Типа такие пушки. Круто. Вот это да. Очень круто, зайка. А как ты сделала? Там что такое мягкое внутри? Это, это такое, типа, смотри. Вот как в игрушках, типа, такой пушок. Скажи другить свои браслеты. И сейчас будет. До меня еще, и я тебе покажу. У тебя супер пупушка. Вчера не похвастались. И сейчас до тебя. Сейчас для меня будет браслет? Это для меня? Сама спела. И еще до тебя. Да, и это я сказала маме, что, мам, это будет для шнурков. Типа прям сама придумала, что это будет для шнурков, да? Да, то есть на шнурок надеть? Да, кроссовка. И у тебя будет на кроссовке такое. А мне снова пришли подарочки. Такая приятная открытка. Ой. Надеемся, наши новинки пишутся в ваш гардероб. И может быть, даже в сердце. Дарим наши фавориты. Парные подвески для вас. Васе, чокер из гематитов. И серьги-яйца. Очень мы вас любим, команда Корабина. Прикольно. Поможешь открыть? Да. Вау, это просто прикольно. Ой, как здорово. Она еще и брякает. Как мне нравится. Стой, там что-то внутри, что ли? Да, там что-то внутри. Знаешь что, это очень клево. Потому что я буду носить, и малыш будет это взвяканье-то слышать. Давай смотреть еще. Помогай еще открыть. Аккуратно. Ух ты. Какая прелесть. Тут еще и сердечко. Какие красивые бузики. Бузики какие красивые. Да, тоже там еще. Ой, еще меньше, кстати. Открывай. Ооо, это вход на меня. Да. Они написали, что это парные. Смотри, какая прелесть. Оденешь сегодня? И открываю еще. Это сережки. С колокольчиками? Нет, просто. Это мне. Какая прелесть. Это очень невероятная красота. Мне так нравится. Спасибо огромное, Карабин. И у Васюшки теперь есть. Такая моднючая подвесочка. Такой шарик клевый. Нравится, котик? Сейчас Афиде шляпал. На руки надел, и все. Согласна, тоже неплохо. Так, а мы с Васей бежим на кастинг, на который мы опаздываем. Бежим быстрее. Видно, да, как мы бежим. Такси уже ждет. Удачи. Ну что же, мы сходили с Васей в непосреду. Ой, моя хребчичка. Ой, какая милая. Что тебя сейчас спрашивали там? Что ты делала, чтобы показать себя? Ну, мне там спрашивали, чтобы ты умеешь танцевать. И я сказала, да. Я пела песенку, крылатые качели. Ну, ты не то, что прям пела. Больше мама, мне кажется, спела. Но ты зато очень классно по ноткам спела. Тебя там попросили. Да, я по ноткам там спела. Шпагат показала. Движение повторяло. И хлопают ладошками. А потом на выходе Вася узнали, там группа, да, заходила. И Вася узнали все-все. И все начали по очереди фоткаться. Маш, скажи, а сколько групп? Там была одна группа, Вася, просто много людей. И Вася немного обалдела, да? От того, какая ты популярна или от чего? Нет, от того, что легче все, что раз кто-то подойдет по даусте, люди. А легче вы пойдете еще один раз с такой же группой одной, то я, конечно, понимаю, что вы хотите сфоткаться. Но по даусте можно по даусте один раз всей командой. Не просто по одному. Они так и сфоткались. Просто мне это будет очень сложно. Вы же понимаете, что легче такая команда подойдет четыре. Либо пять, либо шесть, либо семь. И представляете, как мне это будет сложно? Ну, им так хотелось каждому с тобой фотографию. Ты такая классная. Я же понимаю, что вы хотите сфоткаться. Я же это все знаю. Но вы, ну, извините. Вот типа не надо по одному. Мы поняли, хорошо. Просто одна фотография со всеми. Вася очень хотела сфоткаться с каждым, но просто ей она немножко устала. И ей было вообще очень удивительно, что она сейчас сфоткалась с таким количеством людей. Это было легким шоком. Знаешь, придешь туда учиться, сможешь так, представляешь, там будет как классно. Там будет столько внимания. Фу, воняет краской, мама. Пойдем туда, Васень. Тебя там классно научат петь, танцевать. Я так хочу, чтобы ты научилась здорово. Но если ты не хочешь, конечно, это твой выбор. Это же тебе нужно. Тебе же хочется научиться. Это так мне хочется. Так. Вот, все мои истории. Там весело. Там будет весело. Ну, да, я-то, конечно, понимаю, что там будет весело. Но мне будет так. Половинка мне там будет. Ну, ладно, мы второй еще подумаем, да, об этом. Папе расскажешь сегодня? Хорошо, красиво, модно, замечательно. То есть все-таки идем, да, туда? Я пошла. Можно ли поехать? Пришли подкрепиться после кастинга. Пришли в нашу любимую китайскую грамоту. Поесть мы поели. Теперь самое важное. У меня, у меня, у меня, у меня, у меня. Главная новость для вас пойдет из личного окружения. Так, а у Васи попалось. Не бойтесь лишний раз обнять близкого человека и сказать, как вы его любите. Это про меня. А вообще-то... Не бойтесь. Там было написано, не бойтесь. Не бойся. Васька у нас пока что не очень любит читать, чтение, все, что с этим связано, поэтому ее приходится мотивировать. И я сегодня кое-что придумал, пойдемте покажу. У тебя сегодня супер задание. Крузишь лототрон, достаешь шарик, открываешь его, читаем загадку, отгадываешь ее, получаешь приз. Не отгадываешь, ну, не получаешь ничего. Прощайте, барабан. Один-один, пока один. Ой, есть записочка, давайте читаем. Это продукт, десерт. Холодная масса на основе молочных продуктов. Мороженое. Поздравляю. Смотри, если ты хоть раз неправильно отвечаешь, то все подарки пропадают. Хочу вот этот. О, ого, записка. Ой, не, я такое не понимаю. Ты такой... Это девочка, 1959 года рождения, то есть она старше, чем Баблена. У нее есть муж, она одевается чаще всего в розовое, и она из пластика. Барби? О, ты угадала. Спасибо. Боже. Здесь два батона теплых и сыр. Морковь, помидоры, и еще банан. Ага, опять это. Я просто не понимаю вот эти вот каракули. Не каракули, это мой индивидуальный красивый пучок. Оранжевое можно обменять на 75 пончиков. Деньги. 5 тысяч тебе надо давать или обойдешься? Нет, 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 давай, 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 давай. Спасибо. Давай еще хотя бы, чтобы еще она больше пончиков. Пойду в стул. Учеба всегда дается легче, если сделать ее интересной. В своей серии книг Логопед Надежда Жукова использует именно такой подход. По ее букварю выучились уже три поколения, а еще она издала прописи и обучающие пособия, позанимавшись которыми всего пару раз, дети начинают читать. Это проверенная серия, которой родители уже доверяют много лет. Покупайте оригинальное издание Эксмо Детство под ссылки в описании. После мороженого что будем читать? Будем учиться правильно писать? Книга. А, вот, для чтения. У, как раз. Слушай, а дайте я в конце, знаете, что сделаю? Тоже круто, одну рулетку. Может мне что-то интересное выпадет. Почему не попадется? Помыть посуду. А, помы... Э, непонятно, тут почерк непонятно. Пап, я все слышала, помыть посуду. Давай, давай, давай. Мама как раз меня просила. Еее! Ари! Ари и Ведерчи. Ари и Ведерчи. Ари и Ведерчи. Ари и Ведерчи. Еще рукой забыла. Ари и Ведерчи. Просто вкуснейший кофеек взяли вот там. Киоск 1936. То есть очень вкусный кофе. Я взяла эспрессо-тоник с маракуйей. Здесь пюре маракуйи, не сирот. Очень вкусно. Советую попробовать, если будете на чистых трудах гулять. Зашли купить булочки и нечаянно попали на экскурсию. Индивидуальную для нас. Никакой мирской суеты. Здесь единение. Единственный диалог здесь, который может быть, это диалог с самим собой. Так. Мастер-класс поднятия по лестнице. Что-то надо брать только из-за названия. Моя маленькая леди выбрала лучшее место. Сидит, отдыхает. Не успела рассказать, что вот это вот заведение, в котором мы сейчас были, называется остров Пасхи. И суть в том, что вся прибыль этого заведения идет на реконструкцию вот этого храма. Это очень круто, это просто потрясающе. А этот храм мне очень нравится. Мы тут были, заходили. Очень красиво. Так что ищите остров Пасхи, покупайте Звонобон и знайте, что вы не только покупаете булочку вкусную, но и полезно делаете для храма. У нас тут кукла за поход на прослушивание. Лев. Ой, какая красотка. Я очень сильно наелась в китайской грамоте. Дома еще чуть-чуть съела дыньки. Ну совсем там чуть-чуть, прям реально 4 кубика. Чтобы тут было 4 кубика. Теперь идем с Федей. Вечерний променад. Я не Федя, я Люиса. Вечерний променад. Так, в общем, у меня к тебе вопрос. Я знаю почти все, что ты смотришь, но сейчас у вас появился какой-то новый тренд, называется скибеди туалеты. Скибеди туалеты. Что это такое? Расскажи. Короче, а скибеди туалеты, это значит, что он, типа, обычный туалет, вот как у нас. И, типа, там высовывается, типа, очень длинная шея со головой. Типа, он даже еще существует в реальности. Ну, в нашем городе, а, а, скиби, скибидап-дапис ес существует. Ну, не тоалет скибидап-дапис ес, а просто человек, который, помнишь, а, пул, скибидап-дап-дап-дап, вот он существует. А вот туалет, это просто нарисованный. А, и, и он? А, грубый, и иногда там, там еще такой, типа, а, других людей, типа, ну, как мы. Стоп. давай начнем сначала кто такой скибеди туалет это он не существует он глины шеи и и типа он иногда с разами а стреляет глазами лазерами и еще бывает такой же большой еще бывает такой железный еще вот такой с кистами и еще бывает такой человек паук железный аж как коренский виде туалет появляется мы можем с тобой вызвать скибеди туалет я хочу сказать кое-что диме как мы можем вызвать скибеди туалет короче может еще музыку поставить ты произнесла заклинание которого звать скибеди туалет да но она невидимая я тебе скажу на ухо подожди а зачем ты говоришь что мы сейчас вызовем скибеди туалет пойдем а где он должен быть туалете да скибеди туалет она она за счет дело его что как-то вызывает скибеди туалет и она года и заклинание произнесла так никто не делает это уже не тренд василиса знает тренды да нет ты чё мало проблем тоже вызвала скибеди туалет какой-то свет погас свет погас он лазером из глаз стреляет он может почему это кокнуть да ты еще не знаешь что к скибеди туалета я видел никогда все еще на ребенком не занимаешься только учите свои буквы до цифры непонятные вот и василиса его сейчас вызвала пойдем все вместе пойдем 5 иди в туалет пожалуйста то есть темнота скибеди туда зверей совсем включай все скибеди туалет побежден пропал нет я вызвала еще одно железного человека кучу железного человека не могу понять ты что теперь в туалете у нас железный человек будет сидеть да железный человек что что если мы будем к нему обижать он так тогда исчезнет кто он ты ну этот человек ты заклинания произносишь они пропадают и поэтажения появляются у нас давай придумаем как избавиться ты сейчас убрала скибеди человека добавил железного человека что делать с железным человеком я не знаю думай вся надежда на тебя и вся надежда на тебя я вообще эти тренды ваши не смотрю ну ты че лох я знаю что сделать я могу я как раз захотел по большому сейчас я избавлюсь от этого скибеди человека вот тебя можно укусить, присосать и у тебя будет какой пчелый укус тогда потерплю как избавиться от этого железного человека в унитазе смыть фух steadily реально пришли сюда А я... А страшно, потому что жовы. Блин. Ой, тут мама! Тут мама наша! Ты там! Ты в унитазе! Ты в унитазе! Надо быстро дойти до унитаза и нажать спуск. Нет, это не сработает. Что ты понимаешь? Ты всегда срабатывала. Все плохое уходит. Срабатывал. Пап, я говорю, там надо нажать на секретную кнопку. У нас такой нет. И что нам делать теперь? Она в трубе. В какой трубе? Ну, где вода течет, она там. Секретная кнопка? Нам, что теперь делать? Я не знаю, там кнопка. Да, друзья, нажмите на кнопку. Если ты взялся на минимум миллион, было бы неплохо. Как избавиться? Если ты не найдешь мне способ, как избавиться от этого... Пойдем еще остались. Я не пойду, пока ты не придумаешь задание, как избавиться... Не задание, а пока ты не придумаешь способ, как избавиться от этих монстров. Я не знаю реально. Жмем спуск. Понятно? Ты идешь первая, ты вызвала. Жмешь спуск и убегаем. Ясно? Нет, я не буду. Почему? Ты будешь. Да почему я-то должен? Ты. Да, Василиса, ты вызывала монстров. Но, пап, я не хочу. Есть, есть, победили, победа, победа, все. Победили ваши эти трендовые... как куда как от праздную победу мне грузкой из безладкого а где мама мама пропала ну он пойдем пряник покупать ёкало мы жестко облажались на спам пошла на маникюр мы заказали поужинать и я не забыть то что я заказал не через яндекс а прям напрямую приложение франка и заказал с вывозом сейчас быстро едем вызволять нашу еду мама приедет а у нас еды никакой нет ну сами понимаете короче очень влипли все добыли свою еду идем ее кушать так в общем сейчас покажу мой любимый пранк и из детства не знаю как он делает из вас так же или нет главное что впереди шел вы подсовывать его ногу под свой нет вы подсовывать свою ногу под его и подкидывает сейчас покажу на примере вас я ничего не подкрадываюсь пойдемте пойдемте пересмотрел только что видео и ощущение что я вас там пинчин дал это не так работает главное свою ногу подсунуть под другую и подкинуть вот пинать не надо а у меня сегодня стоматолог а потом учу домой мы с васюшкой идем на день рождения высота нашего спринта а я уже закончила и около стоматологии у меня находится магазинчик с корейской косметикой просто посмотрите сколько я накупил были на десятку масок для лица я купила самые клевые маски для лица все покажу это просто елена сергеевна масок для лица просто поглядите я купила себе маску для губ ночную вот поглядите красота обожаю обожаю эту маску а из этой же серии попробовать еще вот такую еще увидела с какао мне сейчас так нравится запах какао аж две взяла взяла еще разные другие караул я так счастлива ребята то нужны беременной женщине много масок для лица которые еще и чтобы пахли вкусно посмотрите это кстати для волос взяла я не знаю можно ли мне использовать для кожи головы но я пойду сейчас на коррекцию скоро и заодно узнаю что-то эти маски очень крутые а еще мне положили такой пилинг для кожи головы подарок это уже конечно я вас покупала это тоже половили в подарок вот это я купила что-то там для пор сужающих краул короче взяла себе эссенцию вот это гидрофильное очень клевое масло для умывания вот такую штуку мне подарили какая-то скатка для лица вот это я взяла себе ну и собственно все вот набрала значит счастье а теперь я бегу за кофе потому что очень хочу кофе а через час нам выходить на день рождения мы с все вместе громко-прикромко и раз-два-три чудо здесь произойти раз-два-три пошел снег в обе получилось итак карсений закрывай глазки Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А мы с Васей сходили в гости Все, Вася там перекусила И теперь мы выдвинулись домой Смотрите, какая красота Фонарики горят Ой, как здорово Ну вообще нагулялись Сегодня у нас супер день Время уже 8, мы как домой возвращаемся Устала? Вот, в общем, сейчас надо еще погулять с Федей Поужинать И будем ложиться спать Команда дружная моя Идем на вечерний променад Что-то я жестко устала Пришла домой и поняла, что не хочу никуда больше идти Заказала себе борщ Балдеж Ну все Ужин тут Федя помытый Ребенок помытый Накормленный Кушают дыньку И ложимся бабушке Все По графику 21,54 Мой план укладывать Васюшу В 10 Пока остается в себе Мы пришли в очень классное заведение Где мы были тогда? Мы в Милане Да не попали в это заведение? В Милане В Франции, мне кажется Где были огромные кружки кофе и круассаны Но я нашла в Москве такое заведение И оно называется Вот так Сидим, натирайся Где папа с Артуром? В туалетии Мы с Тамарой ходим парой, да? Посмотрите этот размер Круассан больше, чем моя ладошка Вон там вот кружка мужа Что, кофе не допил? Я кофе не люблю Вот так вот О, интересно А есть у них стакан с собой? Это был настолько вкусный колоссан Что мы реально его весь съели Нам еще принесли вот такой вот шоколадный соус Вкусно было? Да Косан тоже вкусный Короче, после дырешили пошопиться Я себе, смотрите, какую сумку выбрала Клевая А еще я нашла себе платье на выписку Ну я надеюсь, что я смогу быть в форме Чтобы одеть такое платье Во, мне кажется Огонь Надо мужу показать Я нашла себе платье на выписку Я просто думаю Если будет живот еще неприличный Можно будет прикрыть Если приличный В принципе А мы нагулялись Натусовались Взяли кофеечек Вышли гулять с Федей Сейчас с Васей еще тормознем на площадке Ненадолго Очень устали У меня прям живот очень устал ходить И еще болит поясница Завтра надо бы обязательно Мне доехать Или дойти До Какого-нибудь Ортопедического магазина Потому что мне очень нужно посмотреть Для беременных Вот этот бандаж Мне кажется, что я уже Да, должна его носить Потому что поясница Начинает уставать сильно Так что Вот такие вот Новости На сегодня День завершаем Впереди ужин Но мы решили его приготовить дома Сумочки куплены Футболочка куплена Все прекрасно Счастье Радость И вкусный кофе А я иду сдавать кровь Со мной моя маленькая поддержка Кровь сдала Давай ручку мне Маленький человечек со мной Идем покупать Вазбуку Вкусный завтрак Мама, можно мне Одну Хотя бы Ну Что? Ну, игрушечку Игрушечку У тебя была игрушечка в руках Ну, мам Возьмем сейчас какую-нибудь вкусную конфеточку Нет, сначала надо позавтракать И зубки почистить А потом уже конфеточка Ну Все, тебе хватит Апельсины крутятся Апельсины крутятся, Вась Смотрим блог Юли Я тоже захотела в Исландию Муж уснул Вась, хочешь в Исландию? Я хочу в Исландию Я тоже Тоже? Да, хорошо Давай, сначала Мастер-класс А потом ноги закидываешь Я даже пытаться не буду Не, вообще Ты просто, да Ты сейчас в своем стиле Вообще не вернется Меня надо будет из нее вытаскивать Ну, Игорь, а если у тебя появится ребенок Как ты у тебя посадишь? Это просто другую машину Это хрена Чисто ребенка возить Не, ну, для ребенка там еще норм место Смотри, просто Засовываешь на кресло это детское Еще нормальнее Подсолнух С цветком Да Ну, что, бэби, мама Поехали Потусим Сумка Гучи Сумка Гучи, да Вот он так все время ездит На машине Да, кстати Мне права, они дают уже это Странно, почему Никогда тебе 37 Йоу Ну, как Алич тоже немного Не, ну, у него круче Сром, выучил, с чем у тебя У тебя-то как будто со скрипом вылезет Я, да, я просто Самое опасное Это садишься Потому что ты вот так делаешь Слепо и прям такой чик Да, реально Как бэтмобиль Поехали, как круто вылезать Как круто вылезать, конечно, покажи Слушай, ну с твоим ростом Реально удобно Да, реально машина для тебя Вообще О, смотри, она Смех встряхнула Да Наблюдает, как уезжает ее друг Так, как меня делают джиганом Василиса тут разбирает Знаешь, ваши подарки Такие вот штучки Понятные Для Феди все? Нет Для Феди вон Шипит? Что это? Шипит А? А что это? В чем ты мне можешь? Ну, пусть Леон папу отдавай Понял? У меня шутеры с собой А ты сейчас тебя лысого сделаешь Правильно Васька, хочешь тебе такую же бороду нарисовать? Нет Нет? Не надо к мне приставать Кто? Кто тебе пристает? Кто пристает? Лева Тот Тот Цветочный лох Балки Это кто там? Это жестко круто Я Ты видел, что Феди показывает? Плохой mood Мэри А куда он motivatesся? Сюда пойдешь? Да нет Это домой Жёстко круто, это домой мы отвезём, да, такая красота. Прикиньте, такая картина здесь, да, она вообще просто. А, там печенька. Вау, блин, как клёво. Как круто. А ну-ка, записочку. Привет, меня зовут Маша, у меня есть хобби, я рисую. А, тематические картинки, вдохновительственного творчества. Я решила сделать вам подарок, Мэри. Мэри, спасибо тебе большое, это очень круто. Вот это надо, да? А там ещё один. Мать-божь, детям, а кто завязывал? Ты, например, да? Нет, это девушка, которая завязывала, подарок сделала. А что написано за магазин? Мамикор, 200, что это? 217-100, ну-ка. Да, Василис, и кукаяки написано. Открывайте. О, наклеечки. Открывай пакетик, скорее, самое интересное, что там. Это, это, мы с Малой, так, мамой, нам с Малой, а с Малой, а с Малой дают такие бусы. О, это девочки, я знаю, как это делаю. А это другая, маме другая присылает, я знаю. Это какая-то другая девочка, какие красивые. Теппи, вот это вот. А это просто эти, что ли, или бусы? А, вау, блин, вау. Ну, тебе повезло. Это бусы. Бусы, бусы. Будешь надевать? Я сегодня одену вот эти. Хорошо. Так, ну я напоминаю, Луков перевелок 10, лучший барбершоп в стране. И плюс еще ко всему, 2 сентября будет супер-тусовка, приходите все. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты присылаешь? Ой, ой. Не так, не так, не так. Я поправлюсь, я поправлюсь. А ты уже поправилась. Когда тебе присылают какие-то шмотки, сюда присылают тебе и Васе. Да-да, да-да, я сама себе покупаюсь. Жалуете женщин, которые присылают тоннами украшения. Это да, это правда. Украшения, это мое любимое. Это я вас люблю, все, кто мешает украшения. Сердечки, сердечки. А распакуй украшения, которые тебе прислали сейчас. А ты. А Вася тебе не передала? Алло, курьер. Я передала тебе корову. Маленькую тантан. Жди, 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 жди. Федер, пас. Ты знал, что у меня сегодня был розыгрыш в телеграм-канале? Да. Там люди, конечно же, как всегда налетели. У меня, во-первых, резко я выключила комментарии, потом включила. Комментарии не показывали. Мне в директ писали слово «Мельфей». В итоге выиграл мальчик, все начали на него гнать, типа, уступи девочкам, все дела. И зачем тебе сумка? Пацан с сумкой. Я думаю, какие вы злые. Вы чё? И я пишу этому мальчику, что он победил. Смотри, какой кружочек мне присылают. Блин, вообще, мы очень рады. Я весь день старался просто, чтобы каким-то непонятным образом... Человек целый день сидел так же, отслеживая буквы, как и все остальные. Он для своей девушки старался. Я очень хотел свитшот. И вообще благодарна за то, что это возможно. Мы до сих пор не верим. 217 стори. 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 Для Елены Кукаяка. Пусти не за бантик, а я открою. Сейчас начинаю. Останавливается на ноте моя любимая рубрика уже. Подарки в барбершоп. Это как, помнишь, у нас был mail time? Да. Подарись ей. Тихо, тихо, стой. Ой, тут чип и дейл. Тут Микки Маус. Тут все парочками целуются. Такой приятный мешочек. Дай тебе бусы-бусы. Бусы-бусы. Это нам с тобой. Нет, смотри, тут буква Е. Это мне. А, это парные. У вас парные бусы, да? Да, и у меня при этом еще написано что? Написано. Да, написано еще слово. Любовь написана. Почти. Как красиво. Это у нас тут. Смотри, они как блестят. Смотри, какая буква Е красивая. Вообще, да? Красота. Мам, а у меня есть. Мама, пожалуйста, можно я, пожалуйста? Возьму, где Любовь. Пожалуйста, пожалуйста, где Любовь. Пожалуйста. Мам, 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 тогда можно. Мама, мам. Ой, у меня шоу-по Irma всё выпало. Вам дайте до ani Дочки, где Любовь написано. Мам, мам, projected. Мам, подписаться. Разобьёшь нам слово. Егор. В бусах со словом любовь только дома ходишь, ладно? Нет. А куда ты в них пойдешь? Куда-куда? С школой. Ну все, я хочу, я засну. Спасибо за подарок 217 сторос. Почему сторос-то? Где ты увидела сторос там? А где ты увидела любовь там? Это ты сказал, это ты сказал. Все уже прав, фирмишатор английских. Так, а мы сегодня огромной черной дружиной едем к Жекичу. Он нас позвал вынимать машины из контейнеров. Отжимать машину? Отжимать, да. Сейчас посмотрим, что нам попадется. Держите за нас пальцы крестиками, чтобы мы вытащили ламборджини или гелик. Со специалистом он в автомобильной тематике. То есть со мной? А, я думал про Андрея говорить. Так, ну что же, мы приехали уже, приехали, значит, на эти контейнеры. А вот они, вот все. Можно анализировать идти? Так, приехали, и проблемы, нет туалета. Лена пошла писать в кусты около тракторов. Ты снимать будешь? Давай, да? Мне кажется, меня ждет самая лучшая машина, потому что я последний. Я даже выбирать ничего не буду, я просто открою оставшийся контейнер и все. Как раз мы хотели все постоять, тут до конца съемок померзнуть. Под дождем, за 500 тысяч под дождем просто постоять, чтобы просто открыть контейнер. А еще нас постоянно говорят, а ну вот сошли отсюда, те, кто не снимается, говняки, идите нахуй отсюда. Да, особенно Лену гоняют, Лену даже животом на релье. У нас вопрос, а почему, если у тебя нет выбора, ты плачешь столько же, сколько остальные? Потому что это у всех равный шанс. Ну, это удача была, видишь, на стороне. Пустим, потому что нас ждет лучше. Да. Нас ждет лучше. Это просто... Ну, вот это то ли. Это им хочется стараться. Это им хочется стараться. А мы, кстати, с Андреем уже точно знаем, какой контейнер, в каком контейнере самая дорогая машина. Мы сейчас отойдем и скажем это на камеру. Так, все закончилось. Короче, я выиграл невероятный аппарат. Я не хочу ничего показывать, ничего рассказывать. Я хочу, чтобы вы посмотрели выпуск у Жекича. И после этого, соответственно, я вам покажу. Но факт, знаете что? Я хочу свой аппарат разыграть в барбершопе. Мы сейчас придумаем условия. Я думаю, что все, кто до конца года будут приходить на барбершоп, будут участвовать. Будут участвовать в этом. И в итоге кто-то заберет этот... Этот... Короче, скорость увидит. Доехал до дома и думаю, странно разыграть, наверное, этот автомобиль, который я выиграл у Жекича. Зачем он нужен? Кому он нужен? Вот. И надо его продать как-то. А как его продавать вообще? Я вообще ничего не понимаю в этом. Сейчас еще мне его запар... Мне его должны привезти. Я его должен запарковать. А у меня еще и прав нет. Может быть, вообще погрузчик его хотя бы завезет прямо на парковочное место. Так, ну что же, я запарковал машину на парковку и теперь... Друзья, не знаю, что с ней делать. Выиграл, называется. Странное ощущение, когда ты такой выиграл. Сначала обрадовался, а потом такой... А что с ней делать? Прав у меня нет. Лена водит, не водит. Непонятно. Напишите в комментариях, что думаете, что делать. Ну, то есть мы действительно можем дождаться, когда у Жекича выйдет выпуск. Вы посмотрите. Я вам скажу, что это за машина, что за автомобиль. И после этого мы с вами тогда сможем его, может быть, разыграть. Как это все... Ну, короче, непонятно. Что, в общем, ждем выпуск у Жекича, наверное. Ну, да, потом решаем, что делать. Договорились? Субтитры сделал DimaTorzok